Предлагаем вашему вниманию материал торговой марки Файдаль декоративная тонкослойная венецианская штукатурка Венедик Пуц для внутренних работ. Венедик Пуц позволяет получить глянцевое покрытие с эффектом мраморных стен. Необходимые материалы Грунтовка Акрил Тиф Грунт Акриловая краска ИНН Латекс Мат Универсальный краситель Волтон Декоративная штукатурка Венедик Пуц Декоративный воск Дековакс Венецианский шпатель Валик с филюровым ворсом Наборной шпатель Кисть Губка Подготовка основания Основание должно быть ровным, сухим, прочным, очищенным от жира, пыли, мела, извести. Глубоко проникающую грунтовку Акрил Тиф Грунт Наносим валиком, либо кистью, равномерно без потеков. Грунтовка Акрил Тиф Грунт укрепляет поверхность, продлевая тем самым ее долговечность, обеспечивает качественную адгезию между поверхностью и последующими слоями. Время высыхания 3-4 часа в зависимости от типа основания. Расход 1 литр на 8-10 квадратных метров. Предварительная окраска. В качестве подложки рекомендуем использовать акриловую краску для внутренних работ In-In Latex Mat. Заколируем краску универсальным красителем Волтон. Перемешаем до однородного цвета. Хотелось бы подчеркнуть, что тон подложки должен совпадать с тоном будущего декора. Рекомендуем наносить краску In-In Latex Mat велюровым валиком, чтобы избежать появления на поверхности апельсиновой корки. Время высыхания 12 часов. Расход 1 литр на 7-10 квадратных метров в зависимости от типа основания. Нанесение декоративной венецианской штукатурки в два слоя. Классический способ. Нанесение первого слоя. Декоративный материал венецианская штукатурка торговой марки Файдаль затонируем в выбранный тон при помощи универсального красителя Волтон. И перемешаем до получения однородного цвета. Также колировка возможна при помощи оборудования по системе ColorMix 1000. Важно! Инструмент, а именно венецианский шпатель, должен быть чистым и неповрежденным. Наносим небольшое количество декоративной штукатурки Венедикпуц на шпатель и продолжительными движениями равномерно наносим на поверхность. При нанесении кельму держать под углом 10-15 градусов к поверхности. Время высыхания первого слоя – 8 часов. Нанесение второго слоя венецианской штукатурки Венедикпуц. Небольшое количество венецианской штукатурки нанести на шпатель. Наносим материал на поверхность тонким слоем. Несимметричными мазками под разными углами и с нажимом на сдир проходим по всей поверхности. Этот слой и является проявляющим рисунок. После нанесения второго слоя заполировываем венецианскую штукатурку до нужной степени блеска. Важно! Постоянно удаляйте излишки материала с краев шпателя, так как засохшие фрагменты могут повредить поверхность. Время высыхания второго слоя – 12 часов. Расход – 1 кг до 2,5 квадратных метров при нанесении в 2-3 слоя, в зависимости от типа поверхности. Нанесение декоративного воска Дековакс. Для устойчивости покрытия от влаги и стирания, а также увеличения блеска и глубины рисунка, нанесем на венецианскую штукатурку декоративный воск Дековакс от торговой марки Файдаль. Воск наносится на поверхность шпателем тонким равномерным слоем методом на сдир. То есть после нанесения слоя воска сразу же удаляем излишки материала шпателем. После нанесения воска полируем его венецианским шпателем либо полировочным оборудованием. Растресканная поверхность. Метод кракелюр. Венецианскую штукатурку наносим венецианским шпателем. Распределяем материал по поверхности, делая наплывы согласно задуманного нами рисунка. Толщина слоя приблизительно 1,5-2 мм. Не дожидаясь высыхания, при помощи строительного фена нагреваем материал, пока не получим желаемый эффект растрескивания поверхности. Важно контролировать время сушки феном, то есть не сжечь материал. Размер и количество трещин зависят от толщины нанесенного слоя и времени сушки феном. Время высыхания от 8 до 12 часов. Расход 1 кг от 1 до 1,5 квадратных метров в зависимости от типа поверхности. Финишное покрытие. Для придания более декоративного вида нашему материалу затонируем воск Дековакс с помощью универсального красителя торговой марки Файдаль Волтон. Нанести на поверхность затонированный воск кистью, втереть губкой круговыми движениями, затем заполировать с помощью венецианского шпателя до нужной степени блеска. После окончания работ не забудьте промыть инструмент водой с добавлением моющих средств.